Всем привет, с вами Елена Баски, и сегодня мы с вами поговорим о том, почему же татуировки бывают выпуклые. Надеюсь, никому уже не надо объяснять, что татуировка это не рисунок на коже, а это пигмент, имплантируемый в кожу. И поэтому от того, как этот процесс имплантации будет происходить, очень многое зависит. Спойлер, выбирайте мастера тщательно, ухаживайте за своей кожей до и после нанесения татуировки. Ну а пока, как мы любим, начну с самого начала. Представьте себе, вы сделали себе долгожданную татуировку, гордо вышли из салона, начали выполнять все инструкции своего мастера по уходу, и, о боже, на третий или четвертый день контур на татуировке стал какой-то выпуклый и твердый, сама тату потемнела на пару тонов, а кое-где даже потрескалась. Под ужаса медленно начинает стекать по вашей спине. Спокойствие – это всего лишь обычный процесс регенерации. Свежую татуировку наш организм воспринимает как царафина. И, конечно же, он боится, что туда может попасть что-то опасное. Поэтому его задача – максимально быстро образовать на этом месте струп. Проще говоря, защитный слой, под которым можно будет уже спокойно образовывать новую кожу. Поэтому на ощупь этот струп достаточно плотный. А самое главное – рано или поздно этот струп, если он тоненький, действительно, как такая легенькая кожица, внизу будет образовываться ровненькая, чистенькая, хорошенькая татуировка. Хотя, стоп, не всегда это бывает именно так. Иногда через пару дней, казалось бы, уже зажившая и отшелушившаяся татуировка вновь становится выпуклой. И тут мы с вами встаем на развилку из двух направлений причин. Первое – это руки мастера. И второе – ваши личные особенности заживления. Начнем с особенностей и сразу привнесу немножко облегчения. Татуировка не заживает за неделю. Поэтому, если вы мастера выбрали правильно, то эти неровности могут уйти в течение пару месяцев после последнего сеанса, пока татуировка все еще заживляется. В редких случаях они могут держаться до полугода. Почему это происходит? Потому что, как только мы повреждаем базальный слой дермы, наш организм, как я говорила, пытается максимально быстро залепить это место новой тканью. Ключевое слово – быстро. Поэтому, если иммунитет человека и сам организм не слишком силен, то фибробласты не успевают так скоро производить идеальный синтез компонентов мишклерочного вещества. И образуется уплотненная соединительная ткань. Для того, чтобы она поскорее выровнялась, очень важно в течение первого месяца, а лучше двух, постоянно увлажнять татуировку и не пересушивать кожу. Потому что в сухарях жизни нет, как мы помним, а кожа – это орган, который должен жить. Метафорами сегодня буду вас кидать. Кстати, я сама этот момент немножко упустила во время заживления моей руки, и поэтому она немного осталась выпуклая. Я не смогла вовремя защитить свою руку от палящего солнца в первый месяц, а как мы знаем, она тоже сильно иссушивает кожу. И в целом кожа конечностей сама по себе достаточно сухая. Именно поэтому такие легкие рельефности, связанные с особенностями кожи, чаще всего бывают именно на ногах, руках и кистях. И тут главное не упустить момент увлажнения, пока процесс регенерации все еще идет. Ну а для того, чтобы точно зажило все хорошо, обязательно следите за своим здоровьем, ведь недостаток веществ и микроэлементов сильно влияет на здоровье кожи. Ну и посмотрите уже мой выпуск, как подготовиться к сеансу татуировки. Я там много чего полезного рассказываю. Тут стоит добавить информацию для тех, у кого склонность к образованию килоидов. Во-первых, чтобы утверждать такую склонность, у вас должно быть заключение дерматолога. Во-вторых, мой опыт показывает, что если мастер работает очень аккуратно и на правильном слое кожи, то вероятность их возникновения все-таки минимальная. Они образуются в основном, когда рана затрагивает гиподерму, а хороший татуировщик на этом слое не работает, а плохой очень даже работает. И тут я вам покажу вот такие фотографии. Это как раз тот самый случай, когда что-то пошло не так, и мастер слишком углубился в дерму из-за неопытности и, возможно, не очень ровного работающего оборудования. Почему важно? Что за слово ровно работающее оборудование? Вот если машинка тату-мастера звучит ровненько, таким ровным звуком, то все ок. Если она тарахтит, что-то там вот так вот искрит сбоку, то даже если просто немножечко включить свой мозг, будет вот можно сделать логическое заключение, что игла же, она зависит от ровности электричества. Она то быстрее, то медленнее может ходить из-за вот этих вот перепадов. А нам нужно, чтобы ход иглы был максимально равномерный. Тогда она сможет как бы заходить на один и тот же слой. А если есть эти перепады или что-то там искрит сбоку, то, скорее всего, иглу будет вот так вот теребить, да, и она будет то быстро пробивать, то медленно, то татуировщик будет злиться, вгонять вам машинку по самый локоть. Тут мы с вами переходим к излишней травматизации кожи. Вот такой красивый термин. В простонародье называется перебил. Вот когда вот вам мастер вот вгоняет иглу по самый локоть, это как раз та самая излишняя травматизация. Но иногда она происходит, когда на один и тот же участок возвращается много-много-много-много раз. И вот иногда несколько раз возвращаться, это нормально, потому что мастер понимает, что он делает, и как бы группа игл, она просто погружает пигмент в вашу дерму. А если мастер не очень понимает, что он делает, он просто вот так вот что-то, он там вот так вот вводит туда-сюда, и получается уже месиво из кожи, краски, соплей и слез татуировщика. Вот тогда вот он перебил. То есть по-хорошему, представьте, вот есть птичка, она вот взяла кормик в клювик, вот туда положила, и своим деткам вот так вот в клювик туда-обратно сделала, ну, положила. Вот это пигментинка, которая вот в дерму должна быть уложена. Эта птичка вот так вот не херачит клювом по сторонам и не раздолбывает своих детей. Господи, что ж я несу? Но я думаю, вы поняли. Но вообще бывают определенные стили, где легкий рельеф считается частью стойлака. Но при таких условиях он должен быть максимально гипераккуратным, и в основном это традиционные стили. То есть это вот, ну, тру-тату. Иногда это перебитие происходит из-за самой краски. Например, белой или той краски в составе, которой есть белый пигмент. Она очень плотная, как сметаны, и ее приходится прям вколачивать. Опытные мастера в таком случае, если не вколачиваются, берут другую иглу, меняют настройки машинки, по-другому рукой водят. Ну, а кто-то будет бить до победного. И тогда это уже не имплантация, а скорее вот то самое месиво из поврежденной ткани, про которую мы с вами уже говорили. Естественно, организм это место залепляет, как попало. Просто вот затягивает, чем есть. Поэтому тут обращение к мастерам. Если вы видите, что что-то идет не так, пожалуйста, пробуйте менять настройки вашей машинки, промывать иглы. Проверьте, не затупилась ли игла в конце концов, но прекратите резать людей. Прошу вас, пожалуйста. Кстати, если мастер немного, ключевое слово, немного перетравмировал кожу, то хороший уход точно выправит ситуацию. А вот на этом фото момент абсолютно точно упущен. И сложно сказать, что именно послужило возникновению такой корки, возможно, это совокупность факторов. Но уже видно, что на этом месте не будет ровной кожи. И, скорее всего, там будут шрамики и пробелы от выпавшей краски. Ну и ни от кого не зависящая причина возникновения рельефности это аллергия на пигмент. Обратите внимание, как она выглядит на этой фотографии. Как видите, выпуклость есть только там, где есть красный пигмент. Организм отторг его как мог. К счастью, это очень редкая реакция. И аллергию я встречала в своей жизни за 18 лет буквально пару раз. Но зрелище это не из приятных. Не воспринимайте любой прыщик вокруг вашей татуировки как аллергия. Аллергия, вот она будет вытягивать пигмент до талого. То есть пока полностью его не выгонят из своего организма. То есть она будет обновляться, обновляться, мочиться, сушиться. Вот такие вот бугры будут. Но ничего хорошего не будет. И еще одно важное добавление. Иногда татуировки вспухают просто так. Вот вы ходите с ровненько, идеальной, хорошей татуировкой. Она попала на солнце, и какие-то небольшие бугорки появились. Это обычная фотореакция на солнце. То есть солнце обжигает нам руку, рука вспоминает, капец, у меня же там пигмент, надо что-то с ним делать. Немножечко туда отека присылает, она немножечко вспухает. Вы с солнца ушли, все наладилось. Если уж прям сильно чешется, это бывает, но очень-очень редко, очень у редких людей, именно вот на солнце, попробуйте помазать антигистаминным средством. Быстренько снимает и зуб, и отек, и татуировка снова ровненькая. Ну и пришло время подвести итоги. Итак, готовьте кожу с молоду под татуировки. Выбирайте мастера тщательно. Ну и, конечно же, смотрите канал Баски Атату. Я делаю все возможное для того, чтобы вас подготовить и морально, и физически к классным татуировкам. Не забудьте о том, что у меня есть и телеграм, и запрещенные соцсети. Вы можете писать туда вопросы, и я буду записывать ответы на них в видео для этого канала. Всем до новых встреч!